Действительно, я, как, впрочем, и сотни тысяч российских граждан, грузинских граждан и граждан в других странах мира, стали заниматься в последние и в последние 10 месяцев, достаточно интенсивно занимаются восстановлением реальной картины событий. Дело в том, что та версия событий, которая получила широкое распространение благодаря пропагандистским усилиям российских официальных властей, не выдерживает столкновения с действительностью, обнаруживается колоссальное количество неостыковок, фальсификаций, откровенной лжи. И для того, чтобы понять, что произошло и почему произошло, с моей точки зрения, крупнейшее политическое событие последнего десятилетия, а, возможно, и более длительного срока для нашей страны, для этого необходимо было разобраться в том, как происходило это событие, как к ним уготовились, кто уготовился, какие решения принимали и каким последствиям это привело. Я напомню, что ключевые параметры российско-грузинской войны до сих пор не обнародованы. Например, такой важнейший показатель, как количество погибших с российской стороны. Российские официальные лица называли в течение последних месяцев разные цифры, но окончательные цифры они не называли, даже не называли окончательные цифры, не говоря уже о поименном списке погибших российских граждан. Я начал наш разговор со слов о том, что российские власти до сих пор не обнародовали не только поименном списке погибших, но и даже общего числа погибших российских граждан. Мы своими, и в том числе это делалось большим количеством людей, некоторых которых я просто не знаю, потому что это делалось по переписке, это делалось в благосфере. Мы находили разнообразные документы, восстанавливали. Мы попытались создать списки погибших в этой войне с обеих сторон. Что касается грузинской страны, это не вставляло проблемы, потому что грузинские власти еще осенью прошлого года опубликовали исчерпывающие списки, поименные списки погибших грузинских гражданских лиц, 224 человека, и грузинских военнослужащих и полицейских, 186 человек. Что касается российских, осетинских, абхазских погибших лиц, это не было сделано. Мы попробовали создавать этот список. Это не полный список, у нас нет всех документов. Но даже по тем данным, которые у нас есть, были составлены списки на 669 человек, погибших в этой войне. У нас есть основания полагать, что эта цифра будет больше, но за эту цифру мы несем ответственность, потому что это конкретные фамилии, имена, отчества, иногда дата рождения, иногда обстоятельства гибели, места гибели и так далее. Из этих 669 человек, 162, как сообщил СКП при Генеральной прокуратуре, это гражданские лица, и 507 человек являются военнослужащими, военнослужащими российской армии, юго-осетинских вооруженных сил, абхазских вооруженных сил, наемники, добровольцы, казаки и другие лица, которые участвовали в этом. Этих цифр не те люди, кто поддерживают, не те люди, кто возражать не знают. Мне хотелось бы прежде всего сказать, что главное ради чего я и многие другие делаем эту работу, для того, чтобы просто, независимо от того, кем они были, независимо даже на какой стороне они были, и даже тогда, если они делали неправое дело, мы знали бы этих людей, кто являлся гражданами Российской Федерации, и кто погиб в этой войне. 5 секунд на ответ, когда новая война? К сожалению, то, что сейчас происходит, дает серьезное основание опасаться, что, возможно, в июле этого года, возможно, гораздо более интенсивное продолжение российско-грузинской войны. Если мы посмотрим на критерии определения агрессии данной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1974 года, в резолюции 33-14, то, соответственно, первые действия по нарушению территориальной целостности, воздушного пространства, бомбежки, уничтожения соответствующего имущества или обстрелы территории другого государства, все это попадает под определение агрессии. Первое такое действие, после которого не было большого перерыва, продолжались соответствующие действия, произошло в 2008 году, 20 апреля 2008 года, когда российский истребитель МИГ, поднявшийся с военно-воздушной базы в Гадауте, сбил грузинский беспилотник и ушел на российскую территорию. После этого практически без перерывов продолжалась, то есть тогда началась война малой интенсивности, она продолжалась до конца июля 2008 года, и постепенно повышался уровень напряженности до войны большой интенсивности, которая действительно происходила в августе, сентябре и октябре прошлого года. Так, ответ на наш вопрос, на ком же большая ответственность. 30 секунд. Согласно тому же определению, если мы придерживаемся критериев, то российские регулярные войска пересекли российско-грузинскую международную границу, грузинские войска не находились на российской территории, грузинские самолеты не бомбили российскую территорию, а российские самолеты бомбили грузинские города. По всем критериям, которые существуют в этом определении, включая наемники, поставку вооружения и боеприпасов, поддержка военизированных формирований и так далее, ответственность за развязывание агрессии лежит на российской стороне. Я нажимаю красную кнопку «Стоп» и подвожу итоги нашего голосования. На ком лежит ответственность за развязывание августовских событий? Именно в такой формулировке мы задавали вопрос, и в результате получили, что 24% проголосовавших в прямом эфире считают, что ответственность лежит на Грузии, в то же время 76% считают, что ответственность лежит на России. Тут, когда Вы обосновывали свою позицию, Андрей Николаевич, возникает вопрос. Безусловно, если мы будем подходить формально, то действительно Россия пересекла свою границу и воевала на территории Грузии, и высказывала агрессию. Но если мы будем смотреть с человеческой точки зрения, кто первый начал убивать? По этому поводу есть совершенно четкие, однозначные подтверждения. Первое гражданское лицо в период как раз 20 апреля 2008 года, о котором мы говорили, не вообще с 90-х годов или с 70-х, или когда-то, а с 20 апреля 2008 году первое гражданское лицо, подросток 13-летний, грузинский, был убит на территории Южной Осетии в грузинском селе 13 июля 2008 года. Первые военнослужащие грузинского миротворческого батальона, мы помним, что именно гибель российских миротворцев была использована российскими властями в качестве повода для осуществления массированной агрессии против Грузии. Так вот, двое грузинских миротворцев были убиты фактически за сутки до основных событий, о которых, как хорошо известно, около двух часов дня, 7-го августа. В результате массировано обстрелы деревень в Неве и Нули юго-осетинской артиллерии, применявшей тогда запрещенное тяжелое оружие, калибром, который запрещен в зоне конфликта. Добрый вечер, мы вновь в студии. Татьяна Фельгенгауэр, Антонина Самсонова. Это программа «Лукавая цифра». Сегодня говорим на тему «Лукавые цифры российско-грузинской войны». С Андреем Николаевичем Илларионовым, старшим научным сотрудником Института Катона и президентом фонда «Институт экономического анализа». Здравствуйте еще раз для тех, кто к нам присоединился. Еще раз. Добрый вечер. Пользуясь вашим вопросом, я бы обратил внимание на то, какое количество мирных предложений сделало грузинское руководство в последние годы, и особенно в 2008 году. Честно говоря, это трудно себе представить, потому что грузинские власти предлагали такие варианты взаимоотношений между грузинской общиной и юго-сетинской общиной, грузинской общиной и абхазской общиной, которые несколько лет тому назад трудно было себе представить. Для абхазов была предложена фактически программа создания конфедеративного государства с колоссальным уровнем автономии, с правом блокирования любых решений, касающихся Абхазии в рамках единого государства. Эти предложения пошли гораздо дальше, так называемый план Бодена, который был подготовлен международным, одним из известных немецких дипломатов Дитером Боденом в начале 2000-х годов, и который был отвергнут абхазской стороной. Грузинские планы также были отвергнуты грузинской стороной. Что касается взаимоотношений с Ассетей, то в предшествующий период, когда президентом Южной Осетии был Людек Чибиров, а президентом Грузии был Эдуард Шаварнадзе, в результате нескольких встреч между двумя лидерами был подготовлен так называемый Боденский документ, который предусматривал широкую автономию Южной Осетии в рамках Грузии. И именно подписание, парафирование этого документа в 2000 году запустило процесс замены господина Чибирова на этом посту, потому что для российского руководства такой человек, который готов был договариваться с грузинским осетем, был абсолютно неприемлем. И поэтому в результате соответствующей операции, которая была проведена российскими спецслужбами, один офицер российской разведки организовал целый ряд мероприятий, потом с целиком господин Чибиров не смог выиграть выборы в конце 2001 года. Президентом стал господин какой-то, который на первом же совещании с своими сотрудниками, представителями общественности Южной Осетии поставил задачу развязывания войны против Грузии, как единственного способа добиться независимости от Южной Осетии. Но Грузия воевала не с Абхазией, не с Осетией, она воевала с Россией, могла бы договариваться с Россией, например, о том, чтобы не вступать в НАТО и не форсировать эту ситуацию. У нас сейчас хорошо известный Саакашвили неоднократно предлагал российскому руководству решение вопросов территориальной целостности Грузии за любую цену, включая за цену участия в блоке НАТО. А российская сторона отказалась. Так же, как она отказалась от всех предложений, мирных предложений, высказанных не только грузинской стороной, но и со стороны Европейского Союза, ОБСЕ, группы друзей Грузии. Эти предложения в течение 2008 года шли каждую неделю. По каждому из этих предложений Абхазская, Осетинская, Российская сторона говорили однозначно нет. Последняя попытка для того, чтобы договориться предотвратить наступление войны, это попытка того же Саакашвили позвонить в Москву и говорить с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым вечером 6 августа, когда уже юго-осетинская артиллерия сносила грузинские деревни с лица земли. Российский МИД, который ответственный за соединение президентов, ответил холодно. Время для разговоров президентов еще не наступило. Послушайте, но ведь Грузия весной 2006 года прекрасно могла разобраться с Южной Осетией, и Иракли Акрашвили, который ныне в изгнании во Франции, даже обвинял публичную Михаила Саакашвили в трусости, что почему же мы в 2006 году не решили эту ситуацию, и тогда Россия бы ничего не сделала. Я больше скажу, вы можете напомнить о словах того же Акрашвили, который часто упоминается, о том, что он даже обещал встретить Новый год в Синвале, новый 2007 год в Синвале. Но мы также должны помнить, что произошло после этого с Ираклимой Акрашвили. Он перестал быть министром обороны Грузии. По-разному можно относиться к этому, но те, так или иначе, было видно, что если, собственно говоря, силовое решение обсуждалось, но никогда не было принято, судя по всему, грузинским руководством, и оно решило, и мне кажется, оно в этом смысле было право, что если продолжать те экономические, политические, юридические реформы, которые происходили в Грузии, то исторически рано или поздно и осетинская община, и абхазская община имели бы очень хорошие шансы развития в рамках грузинского государства. Поэтому они не предполагали применять, судя по всему, наступательную операцию. Если уже говорить про наступательную операцию, надо иметь в виду, что количество танков, бронемашин, артиллерийских орудий на территории Абхазии и Южной Осетии к началу 2008 года, в этих двух республиках проживало тогда 250 тысяч человек, по данным, превысило количество танков, бронемашин, артиллерийских орудий и другой техники, которые находились на территории Грузии. В стране с населением в 20 раз больше, 4,5 миллиона человек, спрашивается, каким образом два таких маленьких и очень небогатных, а прямо скажем, очень бедных, особенно Южной Осетии, регионов смогли обеспечить военный потенциал, который превышал потенциал Грузии по ряду параметров в 2-2,5-3 раза. Посмотрим, какое количество военной техники находилось на территории Абхазии и Южной Осетии. Мы уже говорим о том, что совокупное число танков, бронемашин, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня на этих двух территориях совокупно превышало соответствующие показатели для Грузии в начале 2008 года. Как такое могло быть, что, еще раз говорю, территории с населением совокупным, 250 тысяч человек имели вооружений больше, чем страна с населением независимой, и самостоятельная страна, имеющая полное право приобретать соответствующее оружие на мировых рынках, чем Грузия с населением 4,5 мяча. А теперь посмотрим... Видите, что это территория независимой Грузии, на территорию ее республик Абхазии и Южной Осетии. Кто-то притаскивает такое количество танков и бронемашин, что это сопоставимо со всем потенциалом Грузии. Да, это не просто сопоставимо, а превышает. Это более того следует... Все молчат? Нет, не все молчат. Об этом говорят, но говорил об этом грузинское правительство, неоднократно заявляя о соответствующей протесте. Заявляли об этом европейские державы, заявляли об этом руководство Соединенных Штатов Америки. Основные поставки в Южную Осетию, естественно, шли через тот самый знаменитый Рокский туннель, о котором так много было сказано. Следует иметь в виду, что первые массовые поставки тяжелого вооружения, запрещенного к размещению в зоне конфликта, на другую территорию, в нарушении всех международных соглашений, были осуществлены в конце января, начале февраля 2003 года, за 10 месяцев до так называемой революции Рос, которая привела к власти господина Саакашвили, его команду, Нину Бурджаназа и всех тех людей, кто находится либо во власти, либо в оппозиции к власти сегодня Грузии. Иными словами, как угодно можно относиться к нынешним грузинским руководителям, но массовые поставки, включая поставку 12 танков Т-55, эти поставки были осуществлены и размещены на военной базе в районе Джавы в конце января, начале февраля 2003 года. К чему привели эти поставки? Эти поставки и последующие. Вот смотрим, что было на начало 2008 года. Южная сеть стала абсолютным рекордсменом по уровню милитаризации в современном мире, превысим в том числе такие милитаризованные державы, как Израиль и Северная Корея. По количеству танков, всех видов танков, Южная сеть в три с лишним раза на тысячу населения превысила Израиль и почти в 15 раз превысила Северную Корею. По количеству БМП и БТРов Южная сеть превысила показатели Израиля почти в 4 раза, а Северную Корею почти, страшно сказать, в 40 раз по количеству соответствующей техники на тысячу населения. Красная кнопка «Стоп». Красная кнопка «Стоп». Подвожу итоги голосования. 10% считают, что Грузия была более сильной на момент, и потратила больше военных ресурсов на момент начала кампании. 90% считают, что это была Россия. Вот это поистине самые лукавые цифры сегодняшней передачи, потому что если мы будем смотреть на Грузию перед войной, и будем учитывать то, что говорит господин Ларионов, что мы увидим? На территории Грузии, на Абхазии, Южной Осетии стягивается огромное количество военных ресурсов. Если их считать военными ресурсами, находящимися на территории страны, которая сейчас вступит в войну с Россией, то ее потенциал увеличился неимоверно. Если считать, что Грузия вела войну со своими республиками Южной Осетии и Абхазии, то тогда не у Грузии, видимо, был приоритет в этой войне. И вот это контуинтуитивно. Не Грузия, а Южная Осетия и Абхазия на момент начала обстрела с Хинвали были более милитаризированы. Я думаю, что не стоит забывать, что в самом, скажем так, полномасштабном вторжении участвовали 40 тысяч российских военнослужащих. Поэтому, в общем, цифр-то лукавых и не лукавых много. Следует иметь в виду, что... А вы упомянули как раз цифры, которые физически находились на территории Южной Осетии и Абхазии. Следует иметь в виду, что все вооруженные силы, точнее так скажем, в операции, которая участвовала с грузинской стороны, участвовала порядка... Там цифры меняются от 7 до 12 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч полицейских. То есть 17 тысяч, то есть это примерно в 2,5 раза меньше, чем российские войска. Но кроме российских войск находились, соответственно, вооруженные силы Абхазии, вооруженные силы Южной Осетии, кроме того, ополченцы, кроме того, казаки, кроме того, добровольцы и так далее. То есть соотношение вооруженных сил, участвовавших непосредственно военных столкновений, было более чем трехкратным в пользу российско-абхазско-осетинской коалиции. Если же учитывать все вооруженные силы, которые принимали участие, в том числе и в качестве талового обеспечения в Северо-Кавказском военном округе, которые были привлечены к этому, то подавляющее большинство экспертов называют цифры в районе 70-80 тысяч регулярных российских войск, плюс все вспомогательные части, которые были на территории Абхазии и Южной Осетии, представляющие соответствующие эти регионы. Следует иметь в виду, что все вооруженные силы Грузии составляли 32 тысячи человек, из которых наиболее воеспособная бригада в численности около двух тысяч человек находилась в это время в Ираке. То есть даже и по тем войскам, которые участвовали непосредственно в боях, и по тем в целом войскам, которые участвовали во всей этой операции, соотношение три, а может быть даже трехкратно, а может быть даже более высокое в пользу коалиции. Война это всегда трагедия, и хотя мы здесь говорим достаточно спокойно, но за каждую из цифр, за каждым из фактов, которые мы сегодня называем, идут трагедии, десятки, сотни тысяч трагедий, которые коснулись российских граждан, грузинских граждан, независимо от их национальности, были ли русские, грузины, абхазы, осетины, это коснулось всех. Две наиболее трагичные истории я хотел бы затронуть здесь. Трагичная история связана прежде всего с российскими миротворцами и российскими гражданами Скинвале, потому что по имеющейся информации, фактически они были принесены в жертву для того, чтобы предоставить российским властям повод и основание для осуществления полномасштабной агрессии. В начале первого утром 8 августа командир миротворческого батальона Константин Тиммерман получил приказ для части, не всего миротворческого батальона, а части миротворческого батальона, который находился в южном или так называемом верхнем городке, занять боевые позиции и при приближении грузинских войск и грузинских полицейских открыть огонь. Тиммерман, как хороший офицер, уточнил, то есть перепроверил, правильно ли он понял странный, невероятный приказ, который, как командир миротворческого подразделения, он не должен был бы получать. И он получил от командующих смешанными силами в зоне конфликта генерал Клахметов подтверждение, да, и такой приказ. После чего вместе с примерно 250 военнослужащими Тиммерман выполнил этот приказ, перекрыв несколько дорог, заняв позиции с юга Цхенвали. И около 6 часов утра, как свидетельствует большое количество свидетелей, российские миротворцы открыли огонь по грузинским полицейским, которые в это время по проходящим рядом дорогам проходили в Цхенвале. Собственно, таким образом начался тот самый бой, который привел к гибели 10 российских миротворцев, и который был использован в качестве предлога для осуществления массированной агрессии стороны России.